МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Самая массовая, самая продолжительная". Репортаж с 5-го заседания Думы. Лошадиный пикет. Чем недовольны жители Боярки? Крутое пике. Бульвар как взлётная полоса. Здравствуйте! В эфире детали дня в студии Алины Муленова. Накануне в Мизинке случился пожар. На улице набережной сгорел жилой дом. В огне погибли три человека. Сильно горело. Прямо вот так поднималось даже. Не как вот так, а она как-то вот так поднималась. Как нам сообщили в 99-й пожарной части, возгорание началось с прилегающей постройки, а уже затем перекинулось на дом. Как выяснилось, в это время там находилось трое людей. Все они погибли. Тело 60-летней женщины нашли возле кровати. Остальные два вытащили из-под обломков. Погибшими оказались 35-летний Алексей Одиноков и его сожительница 28-летняя Анастасия Тетюева. В настоящее время дело передано в межрайонную прокуратуру. Причина наиболее вероятной пожара – это неосторожное обращение с огнём, при курении, в алкогольном, тем более, опьянении. Мы пока не установлены на лица. И мы не сможем уже даже установить. Вчерашнее пятое очередное заседание Думы побило все рекорды. Причём как по длительности депутаты заседали 6,5 часов, так и по массовости в зале были заняты все кресла. За процессом принятия решений могли наблюдать во всём мире, посредством сети интернет. Впечатлениями от нового реалити-шоу поделится Данил Кельдюшевский. Веб-камера в углу конференц-зала практически полностью передаёт атмосферу, в которой обсуждаются самые острые вопросы. Единственное, что не попадает в объектив – это количество пришедших на заседание жителей. Большая часть из них – учителя и родители учеников седьмой школы. Их волнует один вопрос – реорганизация учебных заведений. Идея объединить школы с седьмой, с третьей и пятой, с шестой возникла из-за, цитата, «неэффективного расходования средств». Однако мысль о слиянии совсем не радует родителей и педагогов. Мы потеряем достопримечательность, потому что на самом деле это показательная школа, показательный коллектив. Та школа, на которую должны вообще стремиться и на которую должны равняться. И эта школа – это просто высший класс преподавательского состава. Сейчас, казалось бы, такое время, что вроде бы и «Газпром» там вдруг всё отдал для народа. Вот, и всё, то есть деньги должны быть, а школу решили преобразовать. Причём как преобразовать? У нас школа имеет своё лицо. То есть это экологическое направление, там у нас культовая кукла и так далее, и так далее. Поэтому, ну, как бы нельзя, нельзя там смешивать одно с другим. В итоге депутаты приняли решение организовать экспертную комиссию по оценке последствий реорганизации учебных заведений. В неё войдут депутаты, представители общественности и образования. Они определят, насколько эффективно слияние школ. Моё мнение, не нужно принимать решение «за», не нужно принимать решение «против». Мне кажется, нужно принять решение для детей. То есть решение, которое позволит использовать по максимуму тот потенциал, который наработан. Как бы там ни было решение этого, вопросы депутаты отложили до следующего заседания городской думы и перешли к обсуждению других тем. Однако и там мнения депутатов в этот раз резко расходились. В итоге местный парламент не мог найти конструктивных решений. В частности, по вопросу утверждения правил поведения граждан на заседаниях думы, аккредитации, СМИ и о необходимости контроля думы за ходом капитальных ремонтов в 2012 году. В следующий раз депутаты соберутся 28 июня. Также под надзором видеокамер. Данил Кельдушевский, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Лужайка перед администрацией на время превратилась в пастбище для двух лошадей. Таким необычным способом жители Боярки протестовали против распродажи деревенских земель под индивидуальную застройку. Кто-то понимает развитие деревни застройкой коттеджами, а кто-то видит создание инфраструктуры, позволяющей заниматься тем же самым животноводством, выпасом скотины, те же лошадей держать и все прочее. То есть развитие немножко по-другому представляем мы. Напомним, в марте этого года жители Боярки узнали об аукционе по продаже земли, которую местные жители используют для выпаса скота. Жители пришли в негодование. Почему пастбище, которое много лет осваивал Боярский незарегистрированный союз животноводов, продают в частные руки? Проведенные в 2010 году публичные слушания по этому вопросу организаторы акции считают незаконными. Ласточка и пантера у администрации сегодня как символ домашних животных, которых пытаются лишить пастбище. На содержание одной такой лошади требуется не менее двух гектаров. Этот вопрос бурно обсуждали вчера на пятом заседании Думы, но никакого кардинального решения так и не было принято. Василий Ланских пообещал лично написать письмо в прокуратуру, чтобы та разобралась, на чьей стороне правда. Заречный вооружается. Вчера на городской площади установили две единицы военной техники. Ранее там уже были размещены две боевые самоходные машины. Вот мы привезли последние образцы, то есть было заказано две самоходных артиллерийских установки и две пушки. Это Д-48 и М-30. В каждом муниципальном образовании есть своя, будем так говорить, место памяти ветеранов войны, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войн. И у нас сейчас, к сожалению, есть военно-патриотический голод у молодежи, потому что засилие компьютеров и, будем так говорить, зарубежной пропаганды. А вот это наша история. То есть на этой технике служили и воевали их деды, прадеды, отцы, братья. Новые экспонаты расположили неподалеку от Вечного огня. Во время выгрузки частично была перекрыта улица Клары Цеткин. Здесь же дежурила бригада скорой помощи. Списанные орудия прибыли к нам из Гагарской воинской части по заявке администрации Заречного. Вся привезенная техника имеет свою историю. Одни побывали на войне, другие находились на вооружении в воинской части. Как выяснилось, эта площадка – лишь временное пристанище, где в будущем разместят технику, пока не решили. Не успела закончиться отгрузка, как местные мальчишки уже облюбовали это чудо-технику. Вот танки – это самоходка. Танки там самоходные. И они альтерийские. Альтерийские. Перекресток Ленинградской и Курчатова представляет опасность. Причем как для водителей, так и для пешеходов, убежден житель Заречного Юрий Петрович. Всему виной деревья, которые закрывают обзор. Чуть лоб в лоб не столкнулись. У меня машина была только купленная. Новая. И у товарища тоже. Он говорит, я вас не видел. Вот этой машиной, которая шла с Курчатой на Ленинградск. Как я чуть не попал в аварию. Из-за этих кустов. Только из-за тех, и из-за этих. Из-за этих двух деревьев по краям дороги можно не заметить встречную машину, считает Юрий Петрович. Опасную обстановку деревья создают и для пешеходов. Если они внезапно выскочат на дорогу, автомобилисты могут просто не успеть затормозить. Решать эту проблему можно, если подстричь деревья, уверен Юрий Петрович. Тогда угол обзора для водителей сразу увеличится. С подобной проблемой горожанин уже обращался год назад в администрацию. Однако до сих пор опасным кустом так никто и не занялся. Накануне в Заречном прошла акция «Цветущий атомград». Десятки жителей города вышли на улицу, чтобы посадить цветы и деревья. Весь необходимый садовый инвентарь предоставила Белоярская атомная станция. Подробности в сюжете. Для восьмиклассницы Анастасии Устюговой работать с землей привычное дело. Девушка часто помогает родителям в саду сажать, полоть, поливать. Когда ей продолжили оживить цветами городские клумбы, сразу же согласилась. Главное, говорит Анастасия, чтобы был рабочий инвентарь. Нам перчатки выдали, лопатки. Я так думаю, потом еще лейки выдадут, чтобы полить их, чтобы они хорошо росли. Школьник Андрей Дубовицкий вместе со своими одноклассниками высаживает бархатцы. В прошлом году акция «Цветущий Атомград» прошла без его участия. В этом Андрей решил такую возможность не упускать. Прекрасно. Выспался. Надо и посадить, чтобы город лучше был. Чтобы больше зеленого было. А то как-то некрасиво будет, если цветы не будет сажать. Принять участие в акции приехали и воспитанники гагарской школы. Сегодня их миссия – посадить возле будущего храма молодые ели. Их в арсенале гагарской дружины 15 штук. Андрей Чунтонов, садовод со стажем, деревья сажает не впервые. Гораздо сложнее, признается юноша, возиться с цветами. Кумбы там, малый корешок подрезал, может погибнуть. А деревья, они как бы переживутся, тем более с нашей почвой. То есть, как бы, прирастется. Главное в посадке, будь то цветы или деревья, трепетное отношение к своему труду, считают организаторы. Дети, которые приходили, садили в том году. Они потом следили за своими цветочками, то есть, постоянно ехали, допустим. Люди тоже, которые садили, они их даже ходили, поливали. Хоть будет машина ходить, каждый день, допустим, поливать. Сделать Атомград цветущим в этом году помогли 34 городских учреждения. Среди них представители образования, культуры и социальной сферы. После кропотливого труда участников ждала викторина на знания и БРСКС. В конце всем вручили подарки и сувениры. Эта акция проводится уже четвертый год. Мы сажаем цветы, мы делаем город лучше, красивее, интереснее. Спасибо всем, кто участвует в этом. Алина Мулоянова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Бульвар Олещенково на время стал взлетной полосой. Вчера любители авиамоделирования устроили летное шоу с аппаратами на радиоуправлении. Удивляя прохожих крутыми выражами прямо над их головами. Как это было? Далее без наших комментариев. Роковое перевоплощение. На днях Заречной посетили актеры Калининградского театра. Во Дворце культуры ровесника они сыграли остросюжетную пьесу «Урод». Зареченцам эту картину подарил концерн «Росэнергоатом» в честь своего 20-летнего юбилея. О том, куда могут привести метаморфозы, смотрите в нашем сюжете. Господин ЛТ – талантливый инженер. Однако природа обделила его красотой, из-за чего у героя никак не складывается карьером. Сделав очередное научное открытие, надеется лично презентовать его в Швейцарии. Однако изобретение передает для внедрения менее способному, но более симпатичному коллеге. Чтобы избежать этого, главный герой идет на крайний шаг – пластическую операцию. «Раньше, до того, как мы познакомились, я и не думала, что мой муж будет таким уродом. Но теперь я это уже не хочу». Спектакль «Урод» сравнительно молодой. Автор немец Мариус фон Майнбург написал его в 2007 году. Через несколько месяцев пьеса вышла в свет в Берлинском театре Шаубина «Ам Ленинерплац». В России премьера состоялась в ноябре прошлого года в Калининградской области. Спустя полгода спектакль добрался и до Заречного. «Такая практика с этим режиссером, она еще не наработана. Она больше похожа на европейский стиль, а больше стиль Гротовского. Вот его тянет режиссер, а тянет именно в эту сторону. Поэтому, да, это было, наверное, одна из слов. Кульминационный момент спектакля. Главный герой на пути к тщеславию надевает на себя ярмо привлекательности, еще не подозревая, что взамен прекрасного тела отдает свою сущность. Эта сценическая перемена произойдет здесь, за кулисами. Сюда зайдет невзрачный ученый, а к зрителям выйдет холодный бездушный нарцисс. А вот ты одна останешься. И так быстро ты ни в кого не найдешь. Ну, во всяком случае, с такой внешностью, как у меня. На перевоплощениях построен весь спектакль. Жена героя превращается в 70-летнюю старуху, шеф-доктора, ассистент в официанта. Причем актерам не нужно даже переодеваться. Все происходит на глазах зрителей. Еще одна фишка спектакля – минимум декораций. На сцене только ширма, стул и скамья. Сама тема и сама пьеса сразу ставят акцентов на масс-медиу, на красоту, на искусственную красоту. Я попытался делать так, чтобы понять точно, что только в индивидуальность каждого из нас есть стоимость. В финале пьеса Летэ вдруг осознает, что его окружают сотни абсолютно похожих на него людей, таких же одинаковых на лицо и пустых внутри. Герой смотрит на свое зеркальное отражение и признается себе в любви. Я люблю меня. Любая тема, любой спектакль – это озадачить зрителя, наверное, чтобы не с пустой душой посмеялся человек и вышел из зала и пошел домой. А задача, наверное, когда, если трогает зрителя, и человек идет, возвращается с размышлениями, а что же я посмотрел. Сразу после спектакля актеры телевизор-театра отправились домой, в город Советск. А через неделю трупы отправятся в Москву на награждение дебют года. Алина Малаянова, Александр Кузнецов, Антон Киряков, Иван Козырев. Детали дня. Далее в нашей программе прогноз погоды на ближайшие два дня. Информация предоставлена порталом Гесметио. Субботний день будет сухим и жарким. Температура воздуха ночью плюс 16, днем до 28 градусов тепла. В воскресенье погода немного испортится, возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем столбик термометра остановится на отметке плюс 24. Ветер преимущественно южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. На сегодня это все детали. Далее смотрите четвертый выпуск проекта «Карнавал Лайф». А я с вами прощаюсь. Увидимся в среду в 19.30 на канале Заречной ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова